I have ways of blowing things up. Когда я закончил писать серию, я был, скажем так, в не самых приятных чувствах, я закончил писать серию, как только я нажал кнопку остановить записи, я подумал, что я просто так, раз уж меня сегодня не прет, просто сяду, сыграю еще одну партию, просто пока что разобраться, подумать, что происходит. А вот, и только я пошел играть, я моментально прошел и этого игрника, и рыболова. Причем, что хост мне задул свечку на горняке, и мне пришлось его убивать с одной жизнью, и когда я дошел до рыболова с двумя жизнями, на удивление, он мне тоже моментально задул эту свечку и сказал, а ты и так справишься. Но скажу вам честно, что я реально справился, потому что рыболова я убил за два хода, один ход, одна жизнь, второй ход, вторая жизнь, все, это фактически ваншот. Я сейчас вам попробую показать, какая у меня колода, мы сейчас с вами на третьей локации, я же надеюсь, что она сохранилась. Пусть она прогрузится. Ты захотел взять улов рыболова, чтобы перекусить, но тебя отпугнул едкий запашок. С ужином придется подождать. Вот мы уходим в следующую локацию. Так, нужна новая карта? Да, нужна. Вот я только успел на нее посмотреть. Твой легкий пронзил неприятный ледяной ветер. Красно, падающего снега, не смогла отлечь тебя от дрожи в костях. Ты поднялась на снеговую линию. Давайте, я пошел отсюда. Надо посмотреть. Что, блин? Тут новые карты появились. Муравьи и белка. Волк. И этот. О, зубы. В этот раз я их еще не забирал. Каждый раз спавнится, или я просто каждый раз забываю про них? Вообще, я не знаю, можно ли посмотреть свою колоду на данный момент. Сейчас мы это попробуем сделать. Мне повезло просто дичайше. Мне попались две моих старые карты, которыми я проиграл. Ну, которые карты посмертные. Мне попалась чья-то рандомная карта из какой-то другой колоды. Кто-то когда-то проиграл. Мне попался бог богомол. Я его прокачал. Сейчас, если повезет, вы увидите. Блин, если я сейчас в течение 10 минут солью эту... О, жертва. Так. А, испытание. Не жертва, это испытание. Сорян. Испытание родства. Две из трех. В случаях карта должна оказаться родственниками. Четыре капли крови. Шестичку в здоровье. Я пойду, наверное, на четыре капли крови. Мне кажется, что это будет... Пожалуйста. Спасибо. Смотрите. Я не смог открыть мула у горняка, у этого рудокопа. Но что мне тут не досталось никаких лишних карт. Вот. А ураули я получил в награду за победу над рыбаком, кстати. Там давали три карты на выбор. И это, на мой взгляд, лучше, что у них было. Короче, я победил. Олень-заяц, олененок-муравей и гремучник-нырятель. Когда ходит противник, кажется, тем не всего, он ныряет вглубь. При этом существа напротив могут атаковать владельцы карт напрямую. Я понял. Смотрите, три урона. У меня на самом деле сейчас достаточно мало карт с костями. Так, погоди. А ты... Ага, катанонский является карт с этим символом. Он получает тебе кролика, кролик. То есть, один раз ты ложишь эту карту, и она дает тебе кролика. Олень, хорошая штука. Олененок тоже неплохая, но я возьму гремучника. Куда же я пойду? У меня фактически не осталось вещей. Я бы сходил за вещами. Тотемчик новый вырезать было бы очень хорошо, но это так. Замерзший опоссум. Что за жалкий опоссум. Бутылка с замерзшим опоссумом. Пользователю в вашей руке является замерзший опоссум. Сила 0, здоровье 5. Разморозка. Я, ну блин, а разморозка это что? Ну, то есть, бутылка это, я получаю это, а я не получаю... Хорошо. Я возьму белку, насколько бы это банально не было. Ой, нет, это трогать нельзя. Провал. Ничего не произойдет. Эта банка со слизью никому не нужна. Давай. Рискнем. По крайней мере, узнаем, что это. Ну, теперь нас ждет файт. Если я сейчас сольюсь, это будет трындец, как страшно и неприятно. Вот смотрите, короче, что происходит. Я беру белку, я беру бога богомола и делаю вот так. Все. Это ваншот. Ну, то есть, он был изначально 1 хп и 1 урон. Я ему поднял урон на троечку. Теперь, когда он бьет, он наносит 9 урона. Если эти 9 урона никак не отразить, это ваншот. Ну, то есть, все. Просто все. Враг с этим сделать ничего не может. Но все равно, это опять же. Я это говорю, как бы, потому что, когда я в прошлый раз... В прошлый раз, мне как раз не хватило вот этого рандома, когда мне нужны были те карты, в них не давали, меня вот убили. Так же самое сейчас. Вот мне выпадает богомол и все, я выиграл. Не выпадает богомол, начинаются проблемы. Хотя у меня там есть хорошие карты, кроме него. Но все же, все же, вы понимаете, да? Так, испытание силы. 4 очка атаки. 6 очков здоровья. Я возьму 4 атаки. Желаю удачи. Спасибо. 6 очков атаки. Победа. Что мне предложат? Вот это, кстати, я еще не видел. Полный улик. А так, кажется, этим всем он получает урон. Получаете, пчелы? Видел. Шучу. Ну, не вру. Но я забыл это. Ну, я возьму, наверное, все-таки кроличью нору. Я буду получать кролика и предмет, к тому же. Сейчас я тоже... Я сейчас получу предмет вообще или нет? Нет, не дадут крысу. Хорошо. Хорошо. Давай. Крыса всегда полезна. Еще один файт. Вот смотрите. Сейчас не будет богомола, например. Дают белочку. Оленя дают. Так, а чем ты там собрался ходить? Извините, пожалуйста, как у него сходу есть сраный грифон и... Он летает. Ему что-то на пути ложить бесполезно. 2-4. Потом он движется. Ну, индийка его не убьет. Но это все равно очень неприятно. Слушайте, а давайте... Сколько у него три жизни. Вот этот тогда его убьет. А я, наверное, вот так сделаю? Там еще и ворон сейчас появится. Минус три. Охрененно. Ставить оленя. Или... Нет. Этот же... Он его скопирует, правильно? Да. И убьет, к тому же. Какой-то противник целится. Но у него урона нету. Так что мне, в принципе, нормально. У меня есть еще один ход, пока ворон долетит. Ну, один ход. Уже пять. Ай, пять. Все. Пять зубов. Офигенно. Офигенно. Спасибо. Спасибо, ребят. Ну, они птицы. То есть, я бы там кого бы не поставил, я бы проиграл. Потому что они бьют через голову. Ну, блин. Да-да-да-да-да-да-да. Ну, зубов у меня много тут. Я могу себе позволить? Не хватит. Возьму вот эту. И все, и хватит у нас с тебя. Это очень печально. Вот такие вот вещи, и ты ничего с этим не можешь сделать. Так, а потом я смогу выбирать. Обычный файт или файт статайла. Здесь только... Давайте к речику сходим. Что нам предложат? Мне предложат новое животное. Это, скорее всего, будет... Давайте я возьму... Давайте я олени возьму. Чтобы у меня летучие олени были. Потому что олени-то у меня есть. Мне, по-моему, если не ошибаюсь, дожилось был. Тоже вроде должно относиться. Пойдем в обычный файт. Ну, ответьте, короче, удачное или неудачное сплетение карт. Вот и все. Вот, собственно, и все. Вот сейчас мы берем и просто выигрываем. Потому что... Просто потому что... Все. Ну, просто все. Так, обычный олень. Гриф индейка и крот. Выглядит... Это не как нос, а как наоборот, то, что с другой стороны у животных находится, у млекопитающих. Дорогой олень или дорогая индейка? Давайте дорогую индейку возьмем. Потому что, опять же, кости. Они со временем накапливаются. И потом можно будет его реализовать. Ну, это теоретически. А олени, сходу, оказались посреди... Посреди густой грибной поры. Вот это... Поры... Поры щипалополяны. Причурившись сквозь облако спорта, разглядел фигуру. Мы... Микологи, да? Да. И мы проводим эксперименты вдали от... И в других местах, где нам не рады. Мы... Поэкспериментируем над зверинцем, да? Нам нужно два одинаковых существа. Каждый из нас возьмет по карте. Да на, держи. Не будет неприятное зрелище. Почему я зайцев не отдал? Потому что, наверное, у меня есть... Не смотрю. Ну, мы получим просто, да, волчья шкура. Два в одном. Я не знаю, если она ценная или неценная при этом. Идем на босса. Первый раз туда захожу. Без понятия, кто здесь босс и как это все будет происходить. Перед тобой стоял человек. Человек, которого ты узнала моментально. Это был охотник. Ты потянулась к его товару на охотник. Тебя остановил. Прости, но сегодня ты подаришь мне шкурку. Что за... Остальной капкан, когда карта с этим снимала погибает. Существо против также умирает. А вы получаете пушнину. Это нельзя трогать. Странная лягушка. Да тут как бы все странное, если что. Дай сюда. Мне нужна бессмертная коза. Блин, ну бессмертную козу убьют, к сожалению. Музыка. Музыка. я получаю кролика и еще одну белку в подарок спасибо это максимум что я могу сделать для этого хода поехали я теперь ураули не могу двигать до волк офигенно вот эти жабы кто бы знал у меня уже проиграл короче волка убили богомол мне нужна жертва запросто змея мне ничего не сможет сделать еще шкура спасибо богомола убили нет карта против него точно не трогай шикарная пушнина но круговорот не остановить не трогай богомола тварина что я могу взять у тебя до типа сильные карты за них я возьму только лучшую пушнину я бы взял акулу наверное летучий олень койот гремучник который вырастет я для себя выбираю или для снять для него я бы выбрал другое ты по другого летчика сходил по нафиг не хватает ну давай я что выиграл хух блин этот рангет как стрёмно было да будет свет лицом к лицу победите траппера охренеть я сейчас чуть у меня все сжалось и все разжалось амеба чертова ураули еще один погоди моего убили так полностью или нет еще один бог богомолов чертова я беру вот это это слишком крутая штука его чуть-чуть прокачиваешь вот чуть-чуть совсем прокачиваешь и он потом просто конец был близок конец чего моей жизни блин один момент реально один момент нужно глоточек кофе сделать файл босс да я пошел за предметом не нужна белка и не разрешаю тебе брать новые предметы вместо них возьми это да ты шибанулся об стол блин читер ты сраный ну пойдем то есть взгляд приковала маленькая хижина если отстал для тебя маяком в гнетущей ночной тьме наверняка наверняка эта хижина положит конец твоим мучениям в смысле того что я сдохну да положит запросто тут очень очень подлое решение очень подлые ходы в принципе очень я я типа вот так это да нескольких шагах от хижина теперь был готов он шанс я не даю свои дары кому попало если пройдешь мимо из мои испытания получишь почетную награду испытание шкур одной из трех случайных карт должна быть пушнина испытание раритета то есть три случайных карт должен быть и редкая карта как я определяю что она редкая шкура я все шкуры продал твою собака за ногу нет я только сейчас об этом вспомнил твою же аж кроличья шкура пушнина победа блин мне сейчас просто трындец как повезло ты получишь один из моих драгоценных даров карты способны изменить исход игры тебе даже не придется искать их в колоде до дар леса в начале каждого раунда на всех ячейках владельца будут стоять пихты дар сорочего ока когда о как когда настанет время взять новую карту можно выбрать любую карту из своей колоды дар повелителя костей в начале каждого раунда дается сразу восемь костей вот эти две классные прям очень классные я возьму вот эту пихты очень хорошая вечно я возьму вот это повторим еще раз испытание крылатых в одной случайно как должно быть оказаться символ летунов если в той колоде есть кольцевая карта ты ментально проходишь испытания испания поворотах летунов у меня не так много я же не думаю что будут белки летучие учитываться поворотах у меня там тоже парочка оленей давайте я рискну потому что я насчет этого остального не уверен ах гризли карта символом бегунов повезло опять на последней карте скотина выбери сам свой дар дар амбидекстрии в начале хода можно взять сразу две карты дар козьи и крови в начале каждого раунда на доске будет лишь а черная коза это офигенно куча кровяки сразу не 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 я беру козу два из двух тебе удалось получить оба моих дара я редко говорю там и впечатлен ты была достойной соперницы мы к сожалению скоро я придам тебя смерти понимаю но игра же изначально затеяна им они мной как бы он не дал выиграть это не торопилась как я вижу что не дождусь новой игры готова играть надеюсь ты хорошенько подготовилась да ни хрена подобного конечно же может быть добавим еще одну на всякий случай то есть у меня одна жизнь а у тебя 3 до коза сработала есть вот это вот карта 25 что у тебя здесь человек крот мощный прыжок на протяните лица в пустой человек он с ним перемещается первых одно я не могу пройти до альма-гамма коза давайте мы этого человека убьем например у него бог богомол это это прям отвратительно дайте моего бога богомола пожалуйста который крутой я могу кстати бесконечную козу брать поставить его сейчас не могу я могу поставить сюда дым я могу попробовать пропустить извиняюсь что блин у нас свечка головка защитилась от редких существ но истинные испытания не ждала впереди перед тобой пили споились темные силуэты было захватились не только сознание родства но еще и глубокое чувство вины они тебя предали эту карту я часто вспоминаю с теплотой луи и региональд это не мои карты кстати минус 2 проклятая луна она приносит драматизма но в игре от нее никакой пользы нет что если вот теперь от нее есть польза 40 хп шик тварь куда я могу такого хорошенького взять могу кстати взять гремучника ныряльчика за 6 надо очень хорошо подумать вот очень собака хорошо подумать у меня много костей давайте возьму клопа он уменьшит урон 3 существо сразу же погодите приказание смерти когда карта с этим символом наносит обидчику урон тот сразу погибает на луну это сработает или нет я все равно его не смогу сейчас поставить мне нужно брать что-то с костями а с костями у нас гремучник и он будет лучше чем это просто продавай давайте ребят максимальный урон я могу рандом я могу взять еще так что мы по костям раз два три 4 5 5 кости 5 костей немного мы могу тогда взять реально клопа тебе повезло я знаю дружище что это хочу ослабить мою луну символом вонючки бессмыслица какая-то луны ведь нет обоняния я не так себе представлял наш поединок так кого я могу взять хорошего я возьму еще одного паука пока мало надо будет потом брать белку так ты вправду нет уничтожил луну пожалуй теперь теперь осталось только покончить со мной продолжай победить лешего я его кажется я победил что почему извините зачем мне это ну нет ладно за чем я это смотрю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Getting close I think Assuming there is a thing to get close to This very well may be a massive waste of That's why you always bring an extra battery DimaTorzok Every time They have to come prepared DimaTorzok 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 We dig 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 I give a 75% chance it's a rock DimaTorzok 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 Зачем ты идёшь в тёмную пещеру с дискетой? Что за херня происходит? Ладно. Дискета, ребятки, это типа как Иисус Христос. Она умерла для того, чтобы стать символом сохранения и спасения. Вау, прекрасный меню! Окей, время узнать, что происходит в этом. Классно, да. И что дальше? Я редко чувствую игроков, ещё реже дарю подарки. Чествую. Но ты, соискательница, воистину достойна. Не забудь о манерах, смакуй. А не то получишь жена. Ты чём-то недовольна? Тебя ждёт приз. Ну ладно. Идём со мной. Встань вон там. Не глупи. Внутри нет плёнки. Мне это понадобится. Соискательница, ты стал чемпионкой. Хочу отметить твою победу. Пожалуйста, впиши своё имя. Есть уже такая карта, но всё же. Не отчаивайся. Ты победительница. Но мёртвая победительница. Как это игра не закончена? да прошлый соискатель смог меня одолеть редкий случай иди спроси у него как он этого добился он висит вон там на двери подарок от рыболова видишь ли недавно он был побежден теперь желает искупить свою вину будет обидно если ты умудришься проиграть старателю до встречи с ним это крюк цепок с ним ты можешь украсть одну из моих карт и поэтому других таких на своем пути ты уже не найдешь использую его с умом дал тебе твою колоду теперь мы можем начать я пойду посмотрю кто там висит дипломчик висит мой досках подсчета то есть игра в принципе тут много зубов в этот раз дается игра на это вообще ни разу не заканчивается так понимаю да тут у нас коза и белка вот это так и осталось не решено ладно я вообще на самом деле на секундочку сейчас подумал вдруг это будет последняя серия нет наверное это будет не последняя серия я тогда не буду продолжать без вас за кадром сходим к рыболову в следующий раз тогда узнаем как что если мы до него доберемся я надеюсь что каратель старатель нас не убьет хотя старатель как каратель прям да ладно ребятушки будем на этом заканчивать спасибо что были с нами всем удачи добра бобра всем молодушек всем покеда а и и Субтитры подогнал «Симон»